Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий главы государства с 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев сообщил, что останется председателем Совета Безопасности Республики, важнейшего института страны и лидером правящей партии Нур-Отан. Вот эту ситуацию, мне кажется, можно охарактеризовать на такой формуле «Уйти, чтобы остаться». То есть, с одной стороны, вроде бы пост президента покинут, с другой стороны, сегодня существуют формальные и неформальные механизмы, которые пока позволяют бывшему уже президенту контролировать политический процесс. Ну, я думаю, что и фигура преемника, она выбиралась очень тщательно. Полномочия главы государства до следующих выборов принял на себя спикер Сената Касым Жумарт-Такаев. В ходе инаугурации он торжественно поклялся строго следовать Конституции, законам республики, гарантировать права и свободы граждан. Фигура нового президента, человека, который в свое время занимал должности даже в Организации Объединенных Наций и который является профессиональным дипломатом, с очень большим опытом общения с зарубежными странами. Трудно сказать, может быть, Казахстан будет в большей степени ориентироваться не на Россию, а на Европу и Соединенные Штаты. Председателем Верхней Палаты Парламента Республики избрана Дарига Назарбаева, бывший председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана. Буквально вчера старшая дочь президента стала спикером Верхней Палаты. О чем это говорит? Я не знаю, тут можно по-разному интерпретировать, но все-таки конституционное положение о том, что в случае ухода президента с должности вторым человеком, то есть пост переходит к спикеру, парламент, как это сейчас случилось, то вот этот момент, наверное, очень-очень важный. Назарбаев также заявил о необходимости прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразование в республике.